МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. ЧП в Гродно. Горело здание стеклозавода. Почему начался пожар? Торговые центры, магазины и рынки. Где в Гродно появятся новые торговые объекты? Очередной запрет минимум на две недели. Гигиенисты проверили воду из озера Юбилейное. Она не соответствует нормативам. Почему в детских поликлиниках города резко увеличилось количество пациентов? И кто самый востребованный врач? Начинающий блогер из Мостовского района Андрей Солтан снова удивляет. 15-летний парень создал видеомакеты Гродничны в стиле Майнкрафт. Проект отражает все знаковые места. Школы и детские сады в Гродно на 80% готовы к новому учебному году. В Гродно горело строящееся здание нового стеклозавода. Информация о пожаре поступила в Центр оперативного реагирования управления МЧС в 14.00. Большие клубы дыма люди заметили после обеда. Их было хорошо видно из многих частей города. Как сообщили эксперты, искра попала на теплоизоляционный материал, из-за чего и началось возгорание. На место ЧП направили 4 единицы техники. Туда же оперативно прибыли спасатели. Чтобы ликвидировать пожар, задействовали два подразделения и пять цистерн МЧС. Сейчас специалисты оценивают ущерб. Повреждено 7 метров кубических полистирола, а также обшивка здания. Мы предполагаем причину нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. МЧС предупреждает, при проведении огневых работ необходимо соблюдать требования нормативно-технических актов, а также запрещено складирование горючих материалов вблизи проведения данных работ. Добавим будущий завод мощностью 220 тонн в сутки. Добавим представляет собой современное производство с использованием энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Здесь собираются выпускать экологически чистую стеклянную тару. Завершение строительства запланировано на конец года. Привлечение инвестиций, результаты внешнеэкономической деятельности и выполнение показателей волового регионального продукта. Эти и другие темы стали ключевыми на заседании Гродненского областного исполнительного комитета об итогах социально-экономического развития региона и исполнения бюджета Гродненщины за первое полугодие 2022 года. В Гроднене идет строительство пяти больших торговых объектов. Первый по величине расположится в Грандичах. Его возведением занимается предприятие «Ремстроинвест». Микрорайон еще совсем новый, поэтому параллельно с возведением жилого фонда там постепенно появляется инфраструктура. Реализуются проекты школы и детского сада. Минувшей зимой была открыта детская амбулатория. Вместе с этим застройщики предполагают и открытие небольших магазинов. Для этого специально отводятся первые этажи в некоторых жилых домах. Новый объект возводят в эти дни и в микрорайоне Вишневец. Его торговая площадь будет рассчитана на 1200 квадратов. В Погоранных Кошевниках и Заболоте также могут появиться магазины с торговой площадью почти в 300 квадратов. Эти проекты пока проходят экспертизу, как и проект нового объекта на Ольшанке размером в 500 квадратных метров. Всего в Гродно работает порядка 4,5 тысяч торговых точек, среди которых 4 рынка, 8 мини-рынков и 14 торговых центров. Озеро Юбилейное в Гродно снова закрыто для купания и занятия водными видами спорта. Об этом рассказали специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии. В летний период пробы воды берутся еженедельно. Результат экспертизы показывает, безопасно ли плавать в акватории. Малейшие отклонения от нормы – основания для ограничений или запретов на купание. Этим летом пока под них попало только озеро Юбилейное. Там же за сезон уже три раза обнаруживались несоответствия по микробиологическим показателям. Очередные результаты исследования показывают, что водные процедуры здесь лучше приостановить. В связи с чем в адрес ЖКХ направлено предписание по принятию мер по запрещению купания детей, взрослых и занятию водными видами спорта. В зоне отдыха озера Юбилейное в зоне купания номер один – это возле спасательной станции. И в зоне купания номер два ограничено купание только детей. Зона отдыха номер два расположена в районе конечной остановки маршрутного такси. Еженедельная проба воды также берется в водоемах, разрешенных для купания в Гродно и Гродненском районе. Это лесопарковые зоны с пляжами в Лососной и Пышках, а также центральный пляж на реке Неман. Там все показатели соответствуют установленным нормам. Напомним, отдых вблизи водоемов разрешен только на оборудованных пляжах. Они обустроены по всем стандартам безопасности. Там же находятся спасательные станции, где с утра и до позднего вечера дежурят сотрудники освод. Тем временем купание в запрещенных местах не только опасно для жизни, но и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин. Компания по подготовке учреждений образования к новому учебному году подходит к завершению. Большинство школ и детских садов уже получили акты и сертификаты готовности. Как проходит подготовка к первому сентября и сколько средств на это задействовано из городского бюджета, расскажет Ольга Пранкевич. В городской гимназии сертификат готовности подписали 9 августа. И это при том, что учреждение образования включает в себя четыре этажа, два бассейна, столовую. И это не считая начальной школы, которая находится в другом корпусе на улице Подольной. До начала учебного года еще почти три недели, а учебное заведение уже готово открыть свои двери. К новому учебному году у нас такие новшества. Это кабинет биологии, который мы сейчас устанавливаем. Вот установили мебель и будем устанавливать оборудование. Также мы отремонтировали покрытие в спортивном зале. Это такая была достаточно трудоемкая работа и объемная. Но мы сделали новый пол, отшлифовали, покрасили, нанесли разметку. Также много работ проведено в бассейне. Это и закупка новых ковриков возле бассейна, и шкафчики, и также такие ремонтно-покрасочные работы. Ну и абсолютно все кабинеты у нас красивые, оборудованные. Здесь подготовительные работы велись в течение года, поэтому все шло согласно четкому плану. Поэтапно приобретались необходимые для ремонта материалы. Устанавливалось оборудование и закупалась техника. Так, например, шведская линия в столовой появилась тоже заранее. Внесли свою лепту и учителя. Они сами занялись спортзалом, в котором, к слову, с этого года появятся и новые приборы – две видеокамеры. Новшества коснулись и пищеблока. Оборудование, которое использовалось ранее из-за физического износа, а он составил все 100%, было заменено на новое. В результате столовая выглядит более технологичной и современной. С выше 40 тысяч белорусских рублей из городского бюджета ушло только на обновление кухни. Здесь появилась новая посудомоечная машина, пара конвектомат и многое другая техника. Всего было заменено порядка 70% кухонного оборудования. Что касается дошкольных учреждений, их проверяют с не меньшим усердием. Смотрят все – от спален и игровых до прачечных и столовых. Так в детском саду номер 83 ремонт сделали в каждой группе. Где-то заменили окна, где-то поменяли линолеум или приобрели новую мебель. И это неудивительно. Этому детскому саду уже много лет. А значит, подготовка к новому учебному году требует определенных усилий и, конечно, вложений. В нашем детском саду эта работа началась еще в мае месяце. Продолжалась она все лето. Главное, на что мы ориентировались, это создание безопасных условий пребывания детей и создание оптимальных условий для организации качественного образовательного процесса. С этой целью в нашем детском саду проведен ряд ремонтных работ. Тут наши педагоги имели возможность проявить свой творческий потенциал в полной мере в оформлении групп, в организации игровых зон. С целью качественной организации пищеблока прачечной приобретено несколько единиц технологического оборудования. Проверку готовности прошли 80% учреждений образования города. Комиссия продолжит свою работу, чтобы к 15 августа все детские сады, школы, гимназии и лицеи получили акты или сертификаты и в своих обновленных стенах могли встречать детей в новом учебном году. Ольга Пранкевич, Андрей Шиповалов. Новости Гродно+. Офтальмолог, хирург и педиатр стали самыми востребованными специалистами в этом месяце. Очереди к ним выросли почти в два раза. Все дело в диспансеризации детей перед новым учебным годом. К какому врачу попасть сложнее и кто назначает ненужные процедуры, разбиралась наша съемочная группа. Подробнее об этом расскажет Дарья Мышко. Инна Скальская со своим 10-летним сыном частые гости в поликлинике. Мальчик с годовалого возраста носит очки. Хотя бы раз в полгода мама с ребенком приходят на прием к офтальмологу. Но, как признается женщина, какого-то прогресса уже давно не было. Полную диспансеризацию они проходили в мае, как и положено, в месяц рождения. Но сегодня решили сходить перед новым учебным годом. Учительница писала в социальной сети Вайбере, в группе нашей, что нужна всем, кому нужна диета, например, если к диетологу. Если кому-то нужен окулист, нужно окулисту пройти. Если кому-то спецгруппа нужна по физкультуре, то тоже желательно пройти всех этих врачей, чтобы на 1 сентября у всех были справочки. Диспансеризация в месяц рождения ребенка предусматривает лишь определение остроты зрения, но не является поводом приходить на полный осмотр к врачу-офтальмологу. Проверить зрение можно в школе и детских садах. Во всех этих учреждениях есть таблицы, помогающие определить, насколько хорошо ребенок видит. А вот детей со сниженными показателями направляют уже на осмотр к специалисту. Система, наверное, и самими родителями, и педагогами создается, потому что они всем говорят, что принесите новую справку к новому учебному году. Хотя большинство детей уже обследовано. Они каждый год приносили эту справку, имеют очки. То есть патология их известна. И по поводу рассадки вопросов не должно быть. Вместе с медицинскими работниками школы это можно сделать. Справка, которую мы выдаем, действительно год. Не только учебный год, может быть и целый год. И при наличии у ребенка очков она должна быть годна до получения следующей справки. При хорошо подобранных очках и правильной коррекции удаленность парты от доски никак не влияет на остроту зрения или его снижение. Поэтому ребенок в очках может сидеть на любом месте, уверяют врачи. Главное, чтобы стол подходил ему по росту. На носик мы смотрим, дружочек. 69 тысяч детей относятся к детской центральной клинической поликлинике. До конца июня этого года примерно половина из них должны были пройти плановую диспансеризацию. Но это только в планах. Сейчас очереди в поликлинике выросли почти в два раза. Обязательным является профосмотр для детей 2-3 лет при подаче документов в детский сад, в 5-6 лет при поступлении в школу и для подростков от 15 до 18 лет. За последние несколько лет патологии зрения проявляются в 10% случаев у дошкольников и 45-50% у старшеклассников. Особенно страдают дошкольники в гимназиях с углубленным изучением предметов. Там доходит и до 52%. Каждый год эта цифра растет примерно на 1,5%. Для того, чтобы определить объем исследований и осмотров специалистами, которые необходимы ребенку, нужно обратиться либо в доврачебный кабинет, который расположен на базе нашей поликлиники на Доватора, либо к врачу-педиатру участковому. И уже после посещения будет сформирован индивидуальный план, который определяет тех специалистов и те обследования, которые необходимы вашему ребенку. И следует учитывать, что все обследования, все специалисты, в отсутствии каких-то дополнительных рекомендаций, годных в течение года. То есть на основании тех лабораторных обследований, которые были сданы ранее, можно получить справку. Диспансеризация детей с патологиями зрения проходит по специальным медицинским показаниям. Это близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм или иные врожденные заболевания. В большинстве случаев таким детям достаточно посещать офтальмолога всего один-два раза в год. Для осмотра других, более серьезных пороков, врачи приглашают детей в поликлинику сами. Дарья Мышко, Алексей Сокута. Новости Гродно+. Начинающий блогер из Мостовского района Андрей Солтан снова удивляет. Девятиклассник из Гудевичей создал видеомакет Гродненской области в стиле популярной игры «Майнкрафт». В проекте изображены исторические памятники, достопримечательности и современное устройство городов. Подобные макеты он начал создавать еще в 2019 году. Тогда все началось с виртуальных моделей, исторических памятников и мемориальных комплексов. Одни из нашумевших работ в интернете – Новогрудские и Любчанские замки, а также Дворец независимости. Созданные молодым человеком виртуальной реальности все продумано до мельчайших деталей. Чтобы создать 3D-модели, школьнику понадобились десятки изображений объектов. Итог работы впечатляют. В этом году молодой человек создал большой проект, где изобразил всю область ее городами и достопримечательностями. Первым стал Гродненский регион. Масштабный проект белорусского города Гродно был реализован за 8 месяцев и 27 дней. Демонстрация проделанной работы появилась в сети весной прошлого года. После этого были созданы еще несколько белорусских городов, такие как Мосты, Орша, Витебской области и город Волговыск. А также по просьбам зрителей моего канала был создан макет микрорайона Вишневец, города Гродно. На создание ролика уходит около часа. Телерадиовещательный канал Гродно Плюс ищет на постоянную работу оператора. По всем вопросам обращайтесь по городскому телефону 6207-86 с 8.30 до 16.30. А резюме можно прислать на электронную почту нашего телеканала с пометкой «Вакансия оператора». На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно Плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин